Далее мой коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Первую партию собранного на Сахалине стекла отправили на переработку. Регоператор передал 150 тонн отходов стекольному предприятию Новосибирска. В будущем они получат вторую жизнь. Из них намерены изготовить тару и посуду. Камерами фото и видеонаблюдения обрастает Сахалин. На этой неделе четыре комплекса установили в областной столице. Одним из них обзавелся детский сад номер 48, еще три появились на перекрестках. Теперь объективы и системы «Безопасный город» следят за ситуацией на пересечениях улицы Емельянова с проспектом Мира, Комсомольской с Пуркаева, а также Сахалинской с железнодорожной. Вместе с тем устройство ввели в эксплуатацию на пешеходном переходе в селе Анор Смирноховского района. Участок улицы Есенина в Южно-Сахалинске закроют на выходные. С 25 по 27 октября нельзя будет воспользоваться сквозным проездом в районе пятого дома. Там будут присоединять в теплосети новые объекты, сообщают в СКК. Водители просят объезжать место по проспекту Мира и Комсомольской. Изменится и маршрут исследования общественного транспорта. Это коснется семи автобусов. 23 медали принесли сахалинские тяжелоатлеты в копилку островной области. Их они добыли на всероссийских соревнованиях в Хабаровске. Лучших определяли в четырех возрастных категориях. Наши спортсмены завоевали 13 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали. Отличились сахалинцы и в командных зачетах. Область заняла первые места среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 18 лет, а также мужчин и женщин. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok